Приветствую вас дорогие друзья, с вами Лорли Мур и добро пожаловать на рубрику полезные моды Space Engineers. И что ж, да, настало сегодня время рассмотреть рельсовые пушки, которые так и мелькали у нас в мастерской некоторое время назад, а в частности на доделанный мод под названием Revived Large Ship Railguns with Penetration Damage, то есть с проникающим уроном. И думаю сегодня будет интересно. Ну что ж, данный мод от, значит, инженера под ником WeFlash141, тот самый, который делает скрипты, но думаю сейчас будет интересно посмотреть на данный конкретно мод. Я рад тому, что здесь в этом моде всего лишь одна пушка, а это означает, что я смогу рассказать полностью об функционале данной пушки, да, то есть полностью перечислить все, что она имеет и сделать замеры на дальние выстрелы. Так как это рельсовая пушка, она является чем-то вроде снайперской пушки и посмотреть ее пробитие, ее все основные качества и возможности. Вы же хотели всегда подробного такого, скажем, гайдика или даже обзора по моду. И да, дорогие друзья, не забывайте, что это всего лишь обзоры на моды, а не гайды по ним. Это огромная, большая-большая разница. Если ты делаешь гайд по моду, то ты должен перечислить абсолютно все составляющие, то есть сделать абсолютно полный тест. А обзор это беглый-беглый взгляд, то есть посмотреть, что может всего лишь данный мод, и то бегло, то есть не вдаваясь в деталь. Ну что ж, перейдем непосредственно к самому моду. Небольшое предсловие было. Итак, предисловие. Вот, у нас имеется такой дизайн, я бы не сказал, что он прям фешенебельный, но сойдет так, неплохо. Скромненькая такая пушка с двумя полосочками сверху. Это турельная версия, есть еще стационарная версия, она выглядит вот таким образом. У нее даже здесь радиаторы для охлаждения, наверное, есть. Есть сзади конвейер. Сейчас мы посмотрим, есть ли конвейер у этой пушки. Так, у турельной версии. Я думаю, что она по-любому должна быть. Да, как мы видим, снизу смотрим, есть. И данная пушка расходует такие боеприпасы, как сейчас вы увидите. Значит, они называются... Вот, 50 миллиметров, по-моему, никель-ферум или что-то в этом роде. Д.У. С.Л.А.К. То есть, ну, может быть, это не никель-ферум, это что-то другое обозначает, но, тем не менее, я прочитал как химическую форму. Короче, вот такие боеприпасы используют, так что это не халявная пушка на энергии. Касаемо энергии, касаемо энергии, она на самом деле потребляет 200 мегабатт во время перезарядки, что является очень-очень важным нюансом. Также она... То есть, 20... Скажем, прошу прощения. Да, я был прав. 200 мегабатт. Она использует конкретно после стрельбы. То есть, вы вот зарядили пушку, точнее, вы выстрелили, она начинает заряжаться. Она будет использовать 10 мегабатт, поэтому вам понадобится хороший реактор. Далее. Также в режиме простой она использует 2 мегабатта. И в режиме, собственно говоря, самой... Самих наводок и действий она использует где-то 20 мегабатт. Это холостой, скажем... Ну, холостой вход данной пушки. То есть, она поворачивается, делает что-то, там, естественно, потребление повышается. Далее. Какой же... Что же сделал автор по поводу дальности выстрела данной пушки? Он сказал, что где-то увеличил с 5 километров, то есть, зону повреждения и стрельбы уменьшил до 3 километров. Это было сделано из-за отрисовки игры. То есть, в принципе, урон может проходить куда-то, но вы не будете видеть, откуда и кто в вас стрелял, а это, наверное, немного читерно. А также в некоторых случаях урон вообще не проходит. То есть, мы бы просто выстрелили куда-то вдали, вроде бы выстрелили в корабль, но урон по нему не прошел, потому что куда-то исчез, как бы, исчез луч или повреждение, которое должно было наноситься. Поэтому до 3 километров, в принципе. Зона реагирования данной пушки 800, как у стандартных турелей пока что. Но автор хочет это изменить в будущем. Дальше, дальше. Что у нас интересненького есть? Что еще можно рассказать по данной пушке? Дело в том, что 2000 по поводу урона, который он наносит, это 25 тысяч. То есть, урона, дамага, который он наносит. И судя по тому, что сказал автор, он пробивает, если я не ошибаюсь, 10 слоев легкой брони. Вот, 10 слоев легкой брони. Здесь 14 слоев я поставил. Вот это вот вафля. А здесь столько же слоев тяжелой брони. Но, по-моему, слоев тяжелой брони он пробивает где-то полтора. Полтора слоя тяжелой брони. Что мы, конечно же, протестим и посмотрим. Также мы, конечно же, протестим на щитах. Посмотрим, как он будет наносить урон щитам. И также мы проверим на дальность, как я и говорил. Вот, например, здесь мы находимся на расстоянии, сейчас я скажу, где-то в километре или 500 метрах. Ну да, где-то в километре от пушки. Там уже дальше мы находимся на расстоянии 2,5 километров и чуть больше 3 километров. То есть, как, в принципе, говорил автор, мы будем проверять все возможности данной пушки, ее пробития, ее все эти нюансы и так далее. Также стоит упомянуть, что... Так, 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 прошу прощения. Значит, проникающая сила у данной пушки 50 метров. То есть, данная пушка будет встречаться с определенным, допустим, блоком и она будет проникать в нее где-то... То есть, она будет терять урон и лететь дальше. И, соответственно, она будет лететь, этот луч будет лететь дальше, пока не растеряет весь свой урон, дойдя до конца. Соответственно, вот эта цифра является 25 тысяч. Ну что ж, давайте потестим. Ну, прежде... Да, давайте потестим. И в конце я, для тех, кто мне постоянно пишет, что я попутал фантома с бомбардой, я проведу отдельный тест. Ну что ж, так, я сажусь сюда, подключаюсь к турельной версии. Так, к турельной версии пушки. Вот она. В принципе, там разницы большой нету, как по стационарной или турельной, они стреляют и наносят одинаковый урон. Ну что ж, начнем, начнем наш тест. Начну стрельбу по моим мишеням и посмотрим, что тут получится. Выстрелил где-то сюда. Ох, крутотечко. Давайте посмотрим, сколько там пробили. Но сначала я еще выстрелю по тяжелым блокам брони. Опаньки. Тяжелые-то вообще не пробились. Так. Как мы видим, перезарядка на самом деле не такая уж и быстрая. Мне кажется, или тяжелым блоком брони... Так, вроде бы тяжелые блоки брони не соединены с блоками базы. Но что мы видим, он не наносит им урона. Это, кстати, очень удивительно. Вроде бы автор сказал, что полтора слоя он сносит. Ну тогда посмотрим, что у нас тут получилось. С легкой броней. Так, первый слой прошит. Второй слой тоже прошит. Сейчас посмотрим дальше. Третий слой прошит. Так, ну-ка, ну-ка. Так, проходи. Четвертый. А, о, так он еще и пятый, по-моему, прошил. Сейчас мы пройдем до конца. Дальше, походу, он не прошил. Да, дальше он не прошил. Значит, сколько он на самом деле прошивает? Раз, два, три, четыре, пять. Пять слоев с легкой брони. Возможно, стоит потестить, ну, имеется в виду, то есть слои без пустого пространства, хотя я сомневаюсь, что здесь в игре воздух задерживает, скажем, выстрел или как-то влияет на это. Поэтому, несмотря на прослойки воздуха, между блоками легкой брони все равно урон наносится. А, также попробуем еще раз только со стационарной пушкой. Ну-ка. Так, как мы видим, выстрел проходит достаточно быстро. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, погодите-ка. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Хм, да, автор был прав. Десять слоев он пробил. Десять слоев он пробил и даже немножко... Нет, он не повредил. То есть, десятый. Он десятый, он слой не особо повредил. Так, посчитаем, сколько он пробил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, десять слоев. Десять слоев пробиты, так что будем считать, что это не легенда. Видимо, тут у нас находится прямой угол. Дорогие друзья, вот данная пушка под прямым углом стреляет, поэтому она пробивает десять. А здесь имелся наклонный угол и из-за наклонности он как раз таки не пробивал эти слои. Поэтому получается, что если стрелять под прямым углом, да, пожалуйста, десять слоев будет пробито. Но если стрелять под диагональю, то, конечно, будет не очень. Ну что ж, давайте еще раз попробуем. Пробьет ли он остальные слои со второго выстрела. Да, пробил. И это неплохо. То есть, в принципе, все возможно, все реально. Какая-то дырень. По поводу тяжелых блоков, я так понимаю, он с этим справляется очень туго. Попробуем выстрелить под 90. То есть, не будем мочить пушку. Сделаем вот так вот. Так, нет, мы даже не пробили. Так, ну-ка. Тут еще более такой прямой угол. Ну-ка, давай перезаряжайся быстрее. Ну, блок вообще не пробит. Это немножко разочаровывает, учитывая, что такая слабая. А пробьем ли мы? Нет. А, ну это, да, я понял. Это, 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 это часть как бы находится под щитами. Кстати, давайте поймем и посмотрим, сколько щитов он ест. В принципе, будет понятно. Так. Ну-ка. Давайте немножко возьмем правее. Чтобы увидеть циферки. Так. Ну-ка, давай-ка, перезаряжайся. Так. 79. 79. 7079. То есть получается где-то 20к. Он урона сносит 20-25к. И это был автор прав, что такой вот урон наносится. Но почему это никак не влияет на эти блоки, я не знаю, конечно. Давайте попробуем тогда выстрелить вдаль. То есть на эти наши мишени, которые я поставил. Я надеюсь, вот эта часть не будет перекрывать эти мишени. Но одну из них перекрывает. Это, к сожалению, жаль. Ну, давайте я вылезу. Переставлю пушку и мы попробуем. Итак, дорогие друзья, я повысил эту мишень и мы увидим сейчас возможности стрельбы по данным блокам. Притом здесь конкретно уже тяжелые блоки. Я думал, что он будет пробивать тяжелые блоки, но я не ожидал, что это будет так. И посмотрим, какова будет скорость. Вроде бы автор написал, что 3000 метров в секунду это начальная скорость полета снаряда. Посмотрим. О, вот он уж как. Все-таки тяжелые блоки пробиваются, да еще и притом на таком расстоянии. Значит, тут у нас что-то нечисто, дорогие друзья. Возможно, я где-то оставил соединение данных тяжелых блоков с базой. И из-за этого возникла такая сложность. То есть, по сути, он считает, стреляет по щитам, а не по, к сожалению, целям, которые нам нужны. Но это все исправляется, на самом деле, очень быстро. Сейчас мы все-таки вычислим его урон по тяжелым блокам. Пало. Нет. Доминошка упала. Сейчас все как по домино пойдет. Секундочку. Сейчас, сейчас будет все. Главное убрать это. Упало. Так, не падай. И момент. Сейчас все будет. Так. Ага. Вот сейчас мы сможем отследить там чистый урон по тяжелым блокам. Так, что ж такое происходит, блин? Этот блок, этот кусок блока с тяжелой броней отсоединен от базы. Почему он не берет на себя урон? О. Вот теперь пробил. Теперь пробил. Наконец-то. И пробил ли? Да, пробил. Но дальше его урон особо... Кстати говоря. Что это за фортали? Как вы можете видеть... Нет, здесь уже не пробито. То есть... То есть... То есть... Получается, что данная пушка может пробить задний блок, не пробивая передний? Да вы шутите? Это... Это же что-то странное. Вам не кажется? Это реально странное. Мистика. Давайте попробуем еще раз. Вот теперь пробивает. Только передний блок. Ну-ка, еще раз. Сейчас будет пли. Ну-ка, ну-ка. Да, вот сейчас пробивает передний слой брони. Но дальше он не пробивает. Хотя вот здесь... Вы сами видели, что с задней стороны была пробоина. И да, прицел немного сбит. Теперь он все пробивает. Так, давайте... С этим все понятно. Давайте мы проведем ряд экспериментов на длину выстрела. Как мы видели, на расстоянии километра, в принципе, он очень даже неплохо так себе снес урон. Но вот на расстоянии 2,5... Как он будет себя вести? Так как наша цель находится очень далеко. Ну что ж. 3, 2, 1. Знаете, учитывая скорость полета... Снаряда, это очень быстро. И как вы видите, пробитие есть. Так, давайте теперь на расстоянии чуть больше 3 километров. Как он будет себя вести? 3, 2, 1. Пли. Ну-ка. На этот раз он урона никакого, в принципе, не нанес. Попробуем еще раз. Так. Как сказал автор, данная пушка эффективна на расстоянии 2,5 километра. Дальше, как бы, его дальность не очень хорошая. Так, ну-ка. Нет, он никакого урона не наносит. А здесь, здесь, как мы сейчас увидим, он будет наноситься. Так. Да. Яблочко. Чего следовало и ожидать. Такие вот любопытные у нас тесты. И да, мне хотелось бы попробовать и посмотреть, как данная пушка будет вести себя при выстреле, допустим, по малым блокам. Имеется ввиду, вот по кучке, которая там лежит. Это та самая причина, по которой я не убирал эту кучку. Но для того, чтобы по ней выстрелить, я сейчас опущу данную пушку чуть ниже. Итак, я ее опустил. Теперь я могу вести огонь по этому мусору, который здесь лежит. От останка того самого знаменитого трактора. Когда-то, дорогие друзья, у нас те, кто играл в танки, в World of Tanks, прекрасно знали, что... Что значит, когда пушка не гнется вниз. Это был ужас, это была боль. Так вот, знайте, что данная пушка, как бы, не особо гнется вниз. Но она и не должна, она снайперская, как бы. Ну, в принципе, так, неплохо так. Такие спецэффекты и звуки, как бы, ну вот, есть ли урон? А 20 тысяч, насколько я знаю, это не такой-то выдающийся урон. Вот, но коцает, коцает. Хотя могло бы коцать сильнее. Мое мнение по поводу этой пушки. Мог бы быть круче. Могло бы быть круче. 20-25 тысяч урона, это не так много. Учитывая, что какие у нас пушки, с каких модов есть, это не особо. Итак, у нас осталось еще чуть-чуть времени, чтобы проверить те самые пушки, которые вы мне уже в который выпуск говорите, что это фантом, бомбарда. Давайте подытожим все это. Сначала мы потестим фантома, чтобы не было всяких там, что ты не то выбрал. Так, вот это вот у нас фантом, как видите, с левой стороны был фантом. А это вот я смотрю на бомбарду. Бомбарда с другой стороны. И да, по поводу всех этих турелей, кстати, рельсовые турели и всего прочего. Я специально не буду делать обзор на них, то есть не буду из них стрелять по движущимся объектам, потому что, знаете, это очень неудобно. Они слишком плавные. Вы не сможете ими стрелять по движущимся целям, потому что, ну, вы совершаете слишком много манипуляций мышью, чтобы прицелиться. Реально, это не для этого. Это для больших кораблей, для больших цепей. Итак, перед вами фантом. Ну, вот это урон одной обоймы. И мы видим, что, в принципе, еще раз, пускай зарядка закончится. Ну, почти такой же урон, какой наносит наша рельсовая пушка. То есть не особо большой. И теперь мы переключаемся на циферку 5. Как мы видим, здесь уже ничего нету. Это точно бомбарда. И она тоже такая же тугая, как наш фантом. То есть она вращается, но очень медленно. Тоже не для движущихся целей. И сейчас мы проверим ее способности. Значит, в прошлый раз было почти 20к. А сейчас будет... Это один выстрел. Практически ничего не сделал. А теперь выстрел всей обоймы. Ну, кстати говоря, по поводу обоймы. Он очень быстро перезаряжается, да? И из-за того, что он быстро перезаряжается, как бы урон он особо и тоже не наносит. Вот, пожалуйста, урон по легким блокам. Опаньки. То есть он, я так понимаю, наносит урон по площади. Ну, мы посмотрим, кстати говоря. Да, он наносит урон по площади, как вы можете увидеть. Но урон не проникающий. То есть он послойный. Или даже по тяжелым блокам выстрелить. Ну, по тяжелым блокам он их не особо кусает по одному блоку. То же самое. Вот это фантом. Фантом почему-то опять повернулся в эту сторону. По всему, они сами поворачиваются. Видимо, там им есть цель. Цель, которая им нравится. Значит, вот сейчас будет фантом стрелять. Опаньки. И так, посмотрим. Фантом покруче, чем бомбарда. Это, по-моему, очевидно. Она сносит... Сколько слоев? Она сносит два слоя. Легкой брони. Там, в легкую, на изи. А снесет ли она слой тяжелой брони? Да. Вот она может снести один слой тяжелой брони. И бьет более уверенно по данным целям, как мы можем увидеть. Пожалуйста. То есть, вот. Круто. То есть... И сейчас посмотрим на ее дальнобойность. Посмотрим. Так. Меня просили сделать вот прям-прям конкретный такой обзор. Если вы хотите прям такой конкретный-конкретный обзор, то, пожалуйста, пишите хэштег гайд модов, а не обзор. Ух ты. Какая она все-таки дальнобойная. То есть, километр она... На километр она стреляет спокойно и довольно быстро. Так. Ну-ка сюда. Сюда она тоже стреляет довольно быстро. И пробивает, по-моему, два слоя. Да. Посмотрим на три километра, как она справится. Ух ты ж. На треть километра тоже справляется. Но это уже немножко читерно, друзья. И да, тут есть небольшая задержка. Так. И как себя ведет вот эта вот бомбарда на расстоянии. Сейчас мы тоже. Ну, давай, поворачивайся. Поворачивайся. Целую вечность буду тебя попутить. Да, надеюсь, другая пушка не будет нам мешать. В общем, на это надеюсь. Поворачивать вроде не должна. Да. Посмотрим. Ну, она, как вы видите, у нее скорость полета снарядов медленнее намного. Ну, на расстоянии три километра все-таки бьет. Все-таки бьет. И что мы можем сказать из всего вышеперечисленного? То, что, в принципе, фантом, он сильнее бомбарды. Как мы видим, он по площади. Он сносит два слоя, то есть два-три слоя спокойно, легкой брони. А тяжелые брони он сносит один слоя. И они, в основном, бьют почти по площади. То есть не по большой площади, да, такой. Ну, площади где-то два на два. И в тяжелых блоках он делает такие вот дырочки. Это касаемо фантома. Бомбарда, она вообще слабее. Бомбарда, она намного слабее. Наверное, раза в два. Так. Ну-ка. Неплохо. Но бомбарда, хоть и слабее, она делает... Она перезаряжается. Долго. Точнее, быстро. Она очень быстро перезаряжается, и из нее можно вести постоянный огонь. Это в противовес мощности фантома. То есть, если по фантому вы сделали выстрел, и все. То есть, надо еще перезаряжаться, а вот бомбарда может вести постоянно. Вот такой еще огонь. Там тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Постоянно так и наносить урон. Так что вот такой вот, дорогие друзья, обзор данного мода, именно обзор, а не гайд. И если вам нравятся какие-то определенные подробности, я их заранее буду выписывать и о них всех говорить. Но тогда не удивляйтесь, если обзор будет растягиваться на полтора или два часа. Для дотошных любителей мода, если вы хотите увидеть конкретно гайд по моду, тогда, пожалуйста, пишите хэштег гайд и название данного мода или какого мода вы хотели бы увидеть, кстати говоря. Пишите обязательно в комментариях гайд или обзор, какого мода вы хотели бы увидеть. Так что с вами был Лурли Мур, на данной ноте можно спокойно расставаться. И ставьте лайки, делитесь видео, а также, дорогие друзья, вы увидите, скажем, новую серию моего сериала. Именно тогда, когда последняя серия сериала достигнет отметки 2000 просмотров. Когда 2000 просмотров будут, я уже начну пилить новую серию. Поэтому, если вы хотите увидеть данную серию, пожалуйста, делитесь данным сериалом, ибо мне хотелось все-таки увидеть какую-то отдачу от своих многочасовых трудов. Вот такие вот пироги. С вами был Лурли Мур, до скорых встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока.